Добрый вечер. Я хотела бы начать свой рассказ с того, какими принципами мы руководствовались, когда разрабатывали нашу принципиально новую программу финансовый менеджмент. По меньшей мере три принципа мы положили в основу. Первый – это поддержание традиций классического университетского образования. Вообще говорят, что лучший университет будет тогда, когда лучшие студенты и лучшие преподаватели встретятся в лучшем месте. Вот все эти три принципа мы собираемся, мы планируем и в полной мере реализовать. Что касается лучших студентов, ну, для кого не секрет, что МГИМО конкурс довольно большой. И к нам поступают студенты со всей России, не только из России, из-за рубежа, с очень высокими баллами. Поэтому реальность конкурса позволяет действительно отбирать лучших студентов. Далее, что касается лучших преподавателей. Да, у нас работают преподаватели, коллеги, в частности, которые реализуют данную программу, имеющие большой опыт научно-практической деятельности, авторы учебников, в частности, в сфере финансового менеджмента, других дисциплин. И более того, все эти преподаватели имеют высокий рейтинг у студентов. Да-да, не только мы оцениваем рейтинг студентов, но и студенты оценивают рейтинг преподавателей. Что касается третьей составляющей лучшего университета, это лучшее место. Да, действительно, наш кампус оснащен самым современным оборудованием. Это современная аудитория с выходом в интернет, это хорошее программное обеспечение учебного процесса, это возможности использования современных цифровых технологий в образовательном процессе. Но вместе с тем мы обеспечиваем достаточно высокую аудиторную нагрузку. Пожалуй, в стране нет другого такого университета, который давал бы такой объем образовательных услуг, что называется face-to-face, в аудитории, но, правда, с использованием современных технологий. Поэтому также мы все эти три аспекта в нашу программу, естественно, стараемся вложить и реализовать. Итак, это был первый принцип, то есть сохранение и приумножение традиций классического университета. Второй принцип — это учет особенностей нынешнего поколения, поколения милинтала, поколения Z. Мы понимаем, что современные поколения не нуждаются в большом потоке информации, поэтому преподаватель не выполняет функцию репродукции информации. Прежде всего, это сотрудничество. Мы понимаем, что современный студент, современная молодежь достаточно образована, она имеет значительный опыт взаимодействия с современными информационными технологиями. Поэтому мы стараемся, во-первых, говорить с ними на их языке, то есть на вашем языке. Мы стараемся обеспечивать или реализовывать те запросы, в частности, учет индивидуальных особенностей каждого студента. Мы пытаемся, и нам это удается, обеспечить индивидуальную траекторию развития каждого студента при выборе и дисциплин по выбору в вариативной части, при выборе направлений научной деятельности, при выборе мест практик. Практически возможность выбора мы реализуем в полной мере. Итак, вот второй столб, на котором мы основываем нашу программу, это учет индивидуальных особенностей вас, дорогие абитуриенты. И третий столб, на котором мы основываем нашу программу, это запрос рынка труда, в первую очередь. Но не только нынешнего рынка труда, но и те вызовы, запросы, которые бросает вам будущее. Как мы пытаемся реагировать на запросы рынка труда? Во-первых, определяя содержание нашей программы, мы детально исследовали профессиональные стандарты, те требования, те трудовые функции, которые выполняют сейчас в повседневной деятельности специалисты в области управления финансами. Во-вторых, мы смотрели также в будущее, пытались заглянуть в ваше будущее. В частности, мы анализируем не только, например, резюме, которое размещают работодатели на Headhunter, нынешнее. Мы анализируем, например, те тенденции, глобальные тенденции в финансо-экономической сфере, в сфере управления, которые сейчас прокладывают себе дорогу. Например, мы внимательно изучаем и исследуем информацию, которая размещается в атласе новых профессий. И смотрим, какие знания и навыки будут востребованы уже в ближайшее время. Ну вот, например, я сейчас буквально открыла эту страницу для финансового менеджера в будущем. Какие навыки необходимы? Итак, во-первых, это системное мышление. Во-вторых, программирование, робототехника, искусственный интеллект. В-третьих, работа с людьми. В-третьих, межотраслевая коммуникация. В-четвертых, управление проектами. В-пятых, клиентоориентированность. И в-шестых, и в-седьмых, мультиязычность и мультикультурность. Ну что я хочу сказать? Все эти знания и навыки красной нитью проходят практически через все учебные дисциплины, которые мы вложили в наш учебный план. Итак, в результате я хотела бы вообще... вести диалог с представителями различных культур на их языке, вести и организовать деловые коммуникации, переговоры со знанием норм протокола и этикета. Это специалист, который владеет современными финансовыми технологиями, современными подходами к управлению, к управлению, умеет взаимодействовать с людьми, владает лидерскими качествами, умеет взаимодействовать в коллективе с командой единомышленников. Конечно, это специалист, который владеет так же теми требованиями, соответствует тем требованиям, которые предъявляет современный рынок труда и, соответственно, который будет востребован в будущем. И далее я хотела бы сказать, что это тот специалист, который может с использованием современных информационных технологий анализировать большие данные, анализировать, проводить глубокий анализ ситуации в компании, оценивать все риски, как текущие, так и будущие. И на основании этого может принять грамотное инвестиционное решение, решение в сфере финансирования. Он может проводить анализ, аудит, оценку. И этот специалист, придя на собеседование, может с гордостью сказать, я выпускник МГИМО, и одно это оставит далеко позади остальных претендентов на ту или иную вакансию.